Великая Отечественная война не обошла ни одну семью на территории бывшего СССР. Погибли 27 миллионов человек. В годовщину 75-летия Победы, Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Местный для своего сада памяти найдется в каждом городе, от Владивостока до Калининграда. Сегодня он появился и в городе Лабытнанге. Сад памяти из 300 саженцев оживил и добавил красок территории спортивного комплекса «Полярный». Самое главное направление акции – это чтобы молодежь не забывала и чтила подвиги наших дедов и прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне. И благодаря им мы живем сейчас под чистым небом и радуемся свободе. Высаживали деревья и в других местах. Это в основном объекты благоустройства, которые требуют, то есть это сквер молодежный, это, как видите, наши байкеры новые, это сквер юбилейный, то есть это места в основном, то есть где хотелось бы видеть побольше зелени. В акции «Сад памяти» приняли участие лабытнанские малыши и колята из детского сада «Катюша». Хороший пример им показали их взрослые товарищи из общественной организации «Экомир Лабытнанги». Зонтик нас папа держала, а еще вкопала. Сама? Да. Это сложно было? Ну, чуть-чуть сложно. Замечательный проект, и он воспитывает много различных качеств в подрастающем и не только поколении. Такие как патриотизм и экологическое воспитание тоже. Мы реализовываем один проект, направленный на формирование культуры экологического подрастающего поколения, конечно же. Решили воспитывать совместно с малышей в таком направлении. В международной акции «Сад памяти» участвуют более 50 стран. В России высажены 27 миллионов деревьев в юбилейную годовщину Победы. Каждому воину, отдавшему жизнь за Родину, теперь создан свой живой памятник. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».